Светом искусственных солнц они зажгли города. План ГЛРО – это единый государственный план по развитию Советского Союза на основе электрификации страны. Благодаря ему сейчас этот сюжет вы смотрите на экранах своих телевизоров или компьютеров, а не читаете в газете. План ГЛРО позволил Советскому Союзу из аграрной страны превратиться в индустриальный центр. И свидетельства этого перехода собраны в одном месте. Это первая в истории России комплексная программа кардинальной перестройки промышленности, транспорта, сельского хозяйства, социально-бутовой и культурной сферы на базе электрификации с целью вывода страны из разрухи. Для тех времен это был необычайный прорыв. Представьте себе, что вы идете по джунглям. Кругом там львы, динозавры, охотники за головами, размалеванные с каменными топорами. И вы выходите на поляну, а там эти самые папуасы строят звездолет. А потом увидите, когда этот звездолет действительно взлетает в зенит и там уходит на орбиту. Вот с точки зрения 20-х годов это был такой же прорыв в будущее. Одной из основных идей плана ГЛРО являлось широкое использование огромных гидроэнергоресурсов страны. На выставке можно ознакомиться с архивными документами, рассказывающими о проектировании и строительстве гидроэлектростанций, которые работают и по сей день. Проект был успешный, да, и он делался в довольно жестких условиях, еще продолжение гражданской войны в стране разруха. И тем не менее удалось восстановить и построить целую сеть гидроэлектростанций, которые до сих пор обслуживают нашу промышленность и нашу страну. Выставка будет работать до 1 июня ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Заявки на экскурсии по предварительной записи принимаются по телефону 336 24 51. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, События.